Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала! Вы часто пишите, спрашиваете, куда делись дома проекта Дом за 100 дней. Как видите, это дом за 100 дней, двухэтажная версия, полностью из каменных блоков. Но чем интересен этот дом? Как видите, утепление фасадов пенополистиролом, а стены выполнены из блоков смарт-блок, песко-бетонные блоки. Какое преимущество песко-бетонного блока перед газобетоном? Это очень высокая инерционность, то есть этот дом будет более комфортным во время проживания. Из-за того, что инерционность песко-бетона, по сути дела, бетона выше, чем у газобетонного блока. Как видите, ребята сейчас производят работы по перетяжке базы. Используем клей Баумид Проконтакт. Вначале был выполнен базовый армирующий слой, а сейчас ребята наносят более жидкий, тоненький слой, тем самым скрывают фактуру сетки. После этого останется нанести кистью кварцевую грунтовку и декоративную штукатурку. Кварцевая грунтовка СТ-16, декоративная штукатурка будет Церезит СТ-60. Вот видите, просто база выполнена. Не нужно стараться пытаться вытянуть какие-то слои, у вас будет перетяжка. Перетяжка скроет сетку и выровняет вам фасад. Вот мешки. Клея фасадная стеклотканевая сетка. Зайдем внутрь, покажу вам песко-бетонные блоки SmartBlock от SmartStroya. Вот видите, как они выглядят. Хочу обратить еще ваше внимание на то, что ребята при перетяжке по фасаду идут слева направо. Удобнее, да, самбат? Для правшей это удобнее и привычнее. Пишем мы тоже слева направо. Видите, установлен капельник с сеткой для того, чтобы вода, которая льется у вас по фасаду, не затекала на потолок. И капельник отрабатываю. Также, видите, наверху парапет выступает. Сейчас я чуть-чуть отойду, чтобы было вам удобнее видно. А то леса скрывают. Видите? Видно капельник и парапет. Это делается для того, чтобы вода, а вместе с ней пыль и грязь, капали мимо фасада, чтобы фасад оставался как можно дольше чистым. Значит, утепление цоколя. Температурно-усадочный шов выведен, видите. Низ промазан клеем с сеткой. Также установлен вот он капельник для того, чтобы вода не проникала вот сюда вот. Дальше цоколь будет обработан двойным базовым армирующим слоем. Панцирная сетка, дюбеля, фасадная сетка. И будет приклеен искусственный камень, либо плитка, заказчики еще не определились. Вот видите, только что перетянутая база. Потом чуть-чуть вот эти вот наплывчики не нужно пытаться сразу убрать. Чуть-чуть шпателем просто сбиваются и все срезаются. Специально показываю, потому что очень много вопросов про перетяжку, как ее делать. И многие люди загоняют себя просто, пытаясь вообще шпателем вылезать идеально и прочее. У вас, когда подсохнет, вы вот это вот аккуратненько шпателем просто срежете. То есть не нужно пугаться. Это нормально. Поэтому я специально приехал к Самвелу на объект показать перетяжку. Здесь еще перетяжка выполнена только частично. Видите, вот она, граница с перетяжкой. Здесь будет розетка. Ее должны привезти, пока не получилось купить. Продолжаем осмотр дома. Возвращаемся к ребятам. Как видите, снимаю все в режиме реального времени. Самвел, у тебя шпатель какой ширины для перетяжки? 47. 47, да? А базу делаешь в 300, да? А вот. Или теркой? Тоже широким. Тоже широким? Да, удобно. Мне неудобно, я стараюсь более узким работать. У тебя хватает сил. А там еще. Понял. Типа я уже старый, 51 год. Но я, наверное, не понял. Так что вот, видите. Дальше ребята выполнят базу на цоколе. Заказчик разберется, что он хочет делать снизу. После этого уже организуем снизу также температурно-усадочный шов. Примыкание сделаем в зависимости от вида отделки. Пока там просто выведен плантер. Нанесем декоративку. И все. Фасад будет закончен. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Счастливо. До свидания. Мир вашему дому. Счастливо. 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 Счастливо.